Поймите такую вещь, что в человеке существует, в любом человеке существует два начала. Два начала. Одно начало божественное, а другое человеческое. Вот человеку всегда хочется видеть божественное. Вот, допустим, парень на девушку смотрит, он что ищет в ней? Что ищет в ней? Божественное ищет. Девушка на парня смотрит, ищет в себе. Что она ищет? Божественное ищет, понимаете? А когда люди живут вместе, на что они смотрят? На человеческое, божественное, они забывают. И потом они еще хотят любви при этом. Запомните правило номер один. Любовь бывает только связана с божественным началом в человеке. Что это такое? Давайте разбираться. Вот, допустим, я полюбил девушку, жену, ну, не важно, кто-то полюбил девушку, она стала женой. Почему я теперь не вижу этой чистоты? А потому что начала действовать судьба. Судьба не действует через божественное начало. Судьба аж действует только через человеческое начало. Это означает, что судьба, когда мучает, она входит в вашу жизнь и делает больно. То есть судьба какая? Ваша судьба. Действует через кого? Через вашего близкого человека. Ваша судьба действует. Вы говорите, Олег Геннадьевич, я не могу терпеть этого человека. Вы свою судьбу не можете терпеть, а не человек. Потому что этот же человек с другим человеком будет вести себя по-другому. Потому что будет действовать судьба другого человека, не вашего. И люди замечают, что каждый раз, когда они женятся, они начинают как-то по-другому себя вести. Вот раньше так себя вел, потом теперь вот так. Потому что судьба поменялась. Мы всегда отдаем то, что положено человеку. Так устроен этот мир. Ничего не сделаешь. Но теперь смотрите, интересный момент. Если я... Вы говорите, терпеть это невозможно. Я согласен. Никто не может терпеть свою судьбу, ни один человек. Но есть способ. Если ты все равно с помощью работы над собой, с помощью молитвы, пытаешься видеть именно божественное начало, которое ты увидел с самого начала в человеке, то тогда судьба, твоя судьба, которая через него действует, начинает действовать слабее, 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 и потом вообще перестает действовать. То есть, если ты учишься видеть только божественное начало в человеке, судьба становится слабее, 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 и потом приходит к нулю. Понимаете? То есть, твоя судьба, которая должна тебя мучить, перестает тебя мучить, потому что ты сдал экзамен. И в этом смысл человеческой жизни. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы мы учились видеть Бога во всем, божественное, и научились не замечать всего остального. В этом смысл человеческой жизни. И поэтому Бог так все создал. То есть, видите, мы в человеке влюбляемся в божественное начало. Откуда оно не уберется? Давайте с этим разбираться. Вот откуда у девушки чистота, красота вот эта вот неземная? Откуда она думает, что откуда, Олег Иванович, от меня? Нет, не от вас, мои хорошие. Если вам так только кажется. Это чистота, красота неземная у женщин от Бога. Потому что у Бога есть женское начало, чтобы вы знали. У Бога есть мужское начало, у Бога есть женское начало. Понимаете? И когда мужчина смотрит на женщину, он видит божественное начало женское и влюбляется в него, это энергия Бога, данная этой девушке. И за что ей такое это? За добрые дела. Вот она какие-то добрые дела в прошлом совершала, и столько красоты девушка получает, сколько она добрых дел делала в прошлом. Естественно, ей дается это пользование. То есть, она пользуется этой красотой, может подмигнуть там, может еще что-то сделать. Она пользуется этой энергией. То есть, это ее энергия. Но энергия божественная. Это Богом дается на прокат. Потому что человек может не только женщина родиться, также мужчина, душа она, может и мужчина и женщина рождаться. Но на прокат даются разные энергии. Мужчине одни, женщине другие. И качества человека тоже разные проявляются. Вот у мужчин одни качества человека проявляются, у женщин другие. Поэтому женщина удивляется, ну что ты не можешь быть аккуратным? Ну потому что не проявляется через мужика это качество. Или проявляется, но слабо. Иногда проявляется хорошо, но редко. Или женщину спрашивают, что ты боишься все время? Ну не проявляется, не задумано это, чтобы женщина не боялась. Не проявляется через нее бесстрашие это качество. Потому что не запланировано так Богом. Она, у нее другие качества. Или как бы перестань беспокоиться. Она не перестанет беспокоиться, потому что она женщина. Вот если бы она мужчиной была, родилась в мужском теле, она бы не беспокоилась. Она была упертая, как баран, и делала свое. Что хочет. Это мужская природа. Понимаете, каждому Бог дал свое. И надо это принимать. Женщине очень трудно принять то, что мужчине Бог дал как человеку. А мужчине очень трудно принять то, что женщине Бог дал как человеку. Что женщине Бог дал как человеку? Дал сильную чувствительность. Дал сильное желание власти над человеческим существом. Представляете, женщине Бог дал сильное желание власти над человеческим существом. Женщины полностью контролируют жизнь всех своих близких. Они с ума сходят, если что-то выходит из-под контроля. Она говорит, ты где вообще? Понимаете, у меня жена все читает, все, что мне там пишут, все. Но это хорошо, потому что, по крайней мере, все, что мне пишут, все благодарности, я знаю об этом. Мне жена рассказывает. Она не может не прочитать, потому что это же мне пишут.